Привет, дружок пирожок! Если ты искал гайд для новичков в бдул, вот прям с самых азов, как стартовать, какой класс выбрать и как качаться, то ты пришел по адресу. Сразу говорю, данный видос направлен на полнейших новичков, которые возможно только что скачали игру и додумались зайти на ютуб в поисках инфы в какую сторону двигаться, чтобы было хорошо. В начале пару минут информации для самых маленьких. Тех, кто возможно даже еще не скачал игру, но уже не знает что делать, или возможно скачал, но не там, но еще не все упущено, ведь рефанд никто не отменял. БДО есть как в стиме, так и за его пределами. Но где же играть? Во-первых, в описании будет ссылка, это официальная русская версия Black Desert, а то что в стиме, это европейский клиент игры и он даже не бесплатный, ну а зачем платить если есть то же самое только фришно. Так вот, заходи, качай и устанавливай игру. Затем, как только у тебя установится, запускай бдуай. И тут я предлагаю несколько вариантов событий, а решать как поступать это дело уже твоё. Для начала тебе нужно ознакомиться с классами персонажей, на данный момент их в игре 23 штуки, ну и как тут понять, которые тебе больше всего подходят? Во-первых, обрати внимание вот на эти показатели, в отличии от других игр у нас тут информация показана правильно. Если тебе хочется максимально простого персонажа, то на твой выбор сразу идут вот такие вот герои как варвар, шайка, мистик, волшебница и мудрец. Хотя если честно, я бы советовал выбирать тебе даже не по этим вот параметрам, а чисто по визуальной составляющей, какой перс больше нравится, того и выбирай. Но есть ещё одна палочка-выручалочка для тебя, выбери себе сразу три персонажа и вот тут вот сверху. Переходи на вкладку премиум персонажа и тебе тут будут доступны для прокачки три слота, то есть ты получаешь сразу шестидесятый уровень, но не раскатывай губу, это скорее как демо-комната, а не настоящая игра. Так вот, у тебя будут доступны три места, создавать новых чаров тут можно сколько угодно раз, но учти, что удаление предыдущего занимает целых три дня. Захотел ты допустим посмотреть на мудреца, выбирай его, обязательно жми на английскую кнопку ОК и прокачивай все навыки, которые тебе доступны, а затем можешь побить манекенов и прикинуть, интересно ли тебе будет играть на нём или нет. Если что-то не понравится, выбирай другой класс и также прокачивай навыки и избивай чучела. Но помни, всего на аккаунт тебе доступны три премиум персонажа сразу же. Если с трёх попыток не нашел того, кто тебе понравился, а ждать лень три дня пока это всё удалится, но хочется попробовать кого-то ещё, то ты всегда можешь создать новый аккаунт и у тебя будут снова три попытки определиться со с новой. Всё элементарно и просто. Когда ты уже нашел то, что тебе нужно, можешь сделать следующее, а именно выбрать сезонный сервер или постоянный. Но в чём же разница? А вот в чём, почитать ты можешь всё вот тут вот. На сезонном сервере ускоренная прокачка, дают кучу всяких ништяков просто так, за то что ты просто клёвый и играешь в дуо. Но увы, название говорит само за себя, сервер сезонный, то есть он будет всего 3 месяца примерно, потом перезапуск, а весь твой прогресс и персонаж переносится на основной сервер. Новичку, лично я вот считаю, будет самый кайф стартовать именно здесь, ведь ошибки будут не так критичны, внутриигровые плюшки помогут тебе легче влиться в игру, да и сам игрок сможет быстрее понять что к чему, если будет быстрее расти по контенту вверх. Но собственно, как же в этой игре развиваться и качать персонажа? Говорю сразу, фармить, создавать твинов и проходить квесты. Это я тебе описал сейчас, следующий блок информации, который вывалю тебе в уши. И так, ну и допустим, выбрал ты себе сервер, будь то основа или сезонка, не важно, путь у тебя один, прямиком только по сюжетному заданию, только по нему, не отвлекайся на фобочные квесты. Этого маршрута ты должен придерживаться, пока не пройдешь полностью всю Велию, Хидель и Кальфион. Это основная часть, скипать которую при первом прохождении я никому не рекомендую, ведь тут тебе надают кучу расширений инвентаря для персонажа. Затем у тебя будет Алтинова, Валенсия в пустыне, ну а потом уже, совершенно в другом конце карты, эльфийская Аграна и последние две, самые свежие местности. Это Двенкрун и Адераксия, или Адераксия, кто куда поставит ударение. Но, думаю, пока ты дойдешь до последнего города, то нужда в этом гайде отпадет и ты и так будешь ориентироваться уже в игре. Кто-то, возможно, скажет, да типа, зачем проходить сюжетку, если можно просто качаться на фарме мобов и не париться? Да и нет. Во-первых, нам нужны петы, которых будут давать бесплатно за квесты по сюжетке. Во-вторых, части экипировки, которые нас будут одевать по ходу событий. Ну а когда дойдете до кальфиона, можете немножко отдохнуть и половить лошадей. Продавая их, можно немножко поднять себе динжат на ровном месте и отвлечься от уничтожения мобов. Лошади стоят вот тут вот и ловить их проще простого. У конюха покупаем лосом, а лучше сразу несколько штук. У повара коричневый сахар и воду. Затем, нажав на клавишу английская раскладка L, выбираем нагрев и закидываем сахар и воду. И крафтим кирпички сахара. Находим лошадь, ставим на ходке лосо и сахар, арканим кобылочку. Проходим нетрудную мини игру и спамя на сахар закармливаем копытное в среднем семью кусками сахара. Затем сиделаем и ведем конюху. Вот и все. Тебе упало несколько сотен серебра в карман, но если скипнуть эту часть, то тебе нужно просто продолжать паровозом пролетать сюжетную ветку. Также не забудь выполнить квест на пробуждение. Смело его выполняй и получай второе оружие. И на этом моменте у тебя игра станет намного веселее. А если тебя волнует, что собирать по экипировке, то вот тебе советик. Все нужно на урон по монстрам. И стоит уточнить, в игре есть два основных параметра. Уклонение и поглощение. Уклонение работает только в пвп, так что тебе это пока не надо. А вот поглощение, это твой жир и броня в пве. Про пвп стоит задуматься уже после достижения 60 или 61 уровня. А пока что тебе нужна только защита от мобов. Хотя, если ты все еще продолжаешь закрывать сюжетку, то с экипировкой проблем у тебя быть не должно. Напоминаю, этот гайд для начинающих. В нем тебе никто не будет тыкать носом, что и как делать для достижения максимального уровня гирскора. А покажут только основы, что делать дальше ты поймешь и сам. В дуо в принципе игра не трудная. Когда прокачаешь персонажа или решишь попробовать играть за другого, советую скинуть все вещи на склад в хиделе, а также припарковать там же в конюшню лошадь. Дело в том, что в дуо нет уровня привязки персонажа к уровню экипировки и ты можешь хоть сразу одевать все лучшее что у тебя есть, тем самым хорошенько бустанув урон и выживаемость своим твинам на этапе прокачки. Но для чего нам нужны твины? Смотри, дело в том, что БДО – это огромный мир, быстрого перемещения в виде телепортов у нас нет, а вот боссы стоят в самых разных концах карты и появляются по таймеру. Одним персонажем ты чисто физически не успеешь быть везде и сразу, так что очередной совет. Создав РДД персонажа, забираем со склада бронь и бижутерию с основного персонажа. Кстати, проходить сюжетку нам уже не нужно, так что идем сразу на ближайшие споты с мобами подходящего нам уровня. Достаем все свитки на опыт и забираем ежедневные бонусы на буст боевого опыта. Возможно к тому времени у тебя уже будет лишняя копейка на складе, а значит покупай с аукциона хорошее оружие и иди с комфортом и быстро апать уровень. И не забывай также купить себе кальфионский обед, у них очень вкусные бонусы. При должном подходе ты легко сможешь взять себе 58-60 уровень примерно за 10-15 часов, а дальше просто оставляй его на месте респауна босса и в следующий раз когда появится этот самый босс, ты со своей основы переходишь на твинка и с относительно безопасного расстояния наносишь урон, а в конце получаешь заветный ящик с возможным оружием или бароней. Через общий склад передаёшь его на основу и вот так одеваешься. Именно вот в этом и заключается весь смысл твинов в БДО, просто фармить боссов. По идее, когда ты доберёшься до этого этапа, ты уже должен будешь сам понимать что и для чего делается в игре, никакие гайды тебе больше не понадобятся. Направление для развития я тебе только что указал, а какими путями к нему идти это уже зависит от тебя. Кстати и не спеши донатить в игру, всё что тебе нужно будет это горничные, а они всего лишь нужны для быстрого доступа к складу и аукциону. А также желательно купить питомцев, но если ты не скипал сюжетку, то петов тебе дадут именно за неё, а также с календаря. Ну а также вип, это вполне себе приятная штука, но опять-таки в игре частенько бывают различные ивенты и подарки, среди которых иногда мелькают и бесплатные випки на неделю. Ну а любителей социалки не обязательно, но советую вступать в гильдию, бафы от неё тоже лишними не будут. И последний совет, чтобы получать пассивный и стабильный доход по серебру советую ставить персонажа рыбачить на ночь, это АФК фарм. А утром тебя будет ждать приятный сюрприз в виде кругленькой суммы заработанной на пустом месте. Про пвп в игре я говорить ничего не стану, так как это отдельная тема для отдельного ролика. А на этом вступительном гайде для новичков пожалуй у меня всё, ссылочка на игру будет в описании. Если видео было полезно, ставь лайк, подпишись на канал и тереби бубленчик дабы не пропускать новые ролики на нашем канале. Ну и люди в комментариях, советуйте свои способы по прокачке новичкам, не будьте равнодушны. Удачи и пока!